Привет, друзья! Видите, там у меня на пятно такое, это от краски, потому что я художник и юморист, и вот я прошлый ролик сделал, как учиться петь и открыть голос, такой природный, естественный, который, ну, такой необыкновенный у каждого из нас. Ну, почему мы не можем петь, допустим? Потому что мы зажаты, мы напрягаемся, во-первых, потому что нам кажется, что когда мы насмотримся, как поют там Шаляпин и другие певцы, нам кажется, что именно так надо петь. И поэтому мы напрягаемся. Когда мы напрягаемся делать то, как делает кто-то, а не мы сами, как могли бы делать, у нас возникает зажим. И поэтому в первую очередь я на прошлом ролике показывал, как его снять. Ну, там многие писали, ну, странно вообще там, у них три писали, как это хорошо вы рассказали, как объяснили. Ну, да, я там рассказывал, что если просто попеть себе под нос некоторое время, потом можно уже петь громче, и голос уже богаче. потому что, ну, так устроена наша нервная система, мостом, фонация и резонаторы и так прочее, просто зажим надо снять. Ну, вот, например, я когда... Я вообще петь не умею. Ну, сразу признаюсь. Ну, когда я раньше пиво выпил, я мог пить. То есть я пел там, знаете, как я ведь с вами почти не знаком, и далёко отсюда мой дом. Ну, вот как только подумаешь, что я для кого-то пою, у меня сразу голос зажимается. Ну, пиво выпишу, пьяному морю по колено. Зажатость-то снимается. Ну, потом я понял ещё одно. Дело в том, что многие вещи, например, рисовать, петь там, может быть, даже и поэмы писать, или фантастические рассказы, многие вещи люди не делают, потому что им кажется, что они это не умеют делать, потому как у них представление такое, что это нужно делать именно вот так, как у него есть образец. А он-то не такой. Вот я пример приведу. Вот в своё время, когда все пели громко, появился человек, который пел очень тихо, и прославился. По-моему... Ну, я сейчас вспомню. Если вы вспомните, раньше меня запишите. Во-первых, значит, перед любой деятельностью, перед любой профессией мы мыслим обычно шаблонами. Мы видим, как балерина танцует, и думаем, что... О, как она танцует. О, я-то так не могу. А тебе-то-то зачем так петь? Ты танцуй по-своему. Во-первых... Ну, ладно, перейду к прошлому ролику. Кто его не видел, обязательно посмотрите. Это достаточно смешно, потому что... Ну, многие поняли, о чём я говорю. А кто-то там, новичок зашёл, вот новичок, если заходит, они сразу понимают, что, во-первых, я подаю некоторые материалы с юмором. Во-вторых, это юмор с правдой. Потому что я вот таким способом пытаюсь достучаться до каждого. Каждому объяснить суть смысла, что такое принцип подбора путём перебора, по методу ключ. То есть, если тебе что-то не даётся, в какой-то профессии, или в каком-то движении, или в каком-то приёме, в каком-то упражнении, неважно, ты подбирай действия, которые тебе удаются, легко, по природе твоей, естественно. То есть, принцип подбора путём перебора по критерию максимальной естественности и комфортности, без всякого насилия над собой. Потому что, когда ты пытаешься, подражая кому-то, или ещё по каким-то причинам, делать не так, как тебе в этот момент, естественно, возможно делать без всяких усилий. То есть, не прилагая никаких усилий. И вот это вот, обращаясь опять сейчас, сюда, к вам, там остаётся одно. Ну да, пиво напился или раскрепостился, приёмами ключа, например, хлёст, лыжник, шалтай-болтай, раскрепостился, и начинаешь говорить свободней, 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 потому что зажимы снимаются, и фонация голоса улучшается, и мозг лучше работает, лучше понимаешь, как что надо делать, потому что снял зажатость, напряжение лишнее ушло, ты освободился, остаётся ещё что. Ещё репертуар. Поделаешь, если ты будешь петь песни, как актёр, например, не ту роль играет, которая ему соответствует, понимаете, вот когда нет синхронизации. Тоже выбери себе репертуар, ты и то и пой, петь не надо, потому что зажимы снимаются раскрепощением, по методу ключа есть часть для снятия зажимов, есть часть для выхода на нулевое состояние, когда ты вообще никаким страхом, никакими комплексами, никакими стереотипами, шаблонами не зажат, и вообще там эмоции, ну эмоциональное такое, дистанцирование, созерцание, такое состояние глубокого погружения в чувство глубинного душевного покоя, такой какой-то защищенности, беспредельности, безграничности, вечности, вселенской такой, она же в нас. Так вот, я вам что хочу сказать, репертуар еще важен, потому что мы выбираем и профессии, и песни, и роли в кино, когда кому-то играть приходится, когда совпадет, такой взрывной эффект, даже в маленькой роли, в большом фильме, человек может прославиться на весь мир, потому что совпадение произошло, как ботинки по размеру. Так вот, мы учим по методу ключ подбирать свои действия. Во-первых, напомню, сам подбор путем перебора развивает творческий подход к решению любых проблем, креативность мозга открывается. Во-вторых, если вы будете даже петь, допустим, у вас плохой голос, допустим, вы боитесь, ну, я в прошлом ролике говорил, пожалуйста, новичок, посмотрите просто ролик, вообще, запишитесь на мой канал YouTube, чтобы понимать, о чем там речь идет. Послушайте, это вам поможет на всю жизнь. Так вот, пение, если вы будете петь без усилия, то есть совсем без голоса, как некоторые люди поют себе под нос, да-да-да, я ведь с вами вообще не знаком, я отсюда далеко мой дом, ну, не надо стараться, под нос себе поете. Ну, у вас же напряжение возникает больше, когда вы вдруг сталкиваетесь тем, что вам до кого-то петь надо, там сразу уровень, да, напряжение и зажим сразу. То же самое при заикании. Когда человек сидит дома и поет себе, он поет без заикания, в основном, да, а когда у него ритм появляется и так далее, которые ему помогают, и вот можно помогать себе движениями рук, там и так далее, и так далее, я сейчас об этом не буду рассказывать, но, в принципе, ответственность и страх за ошибки. Это нас зажимает, правильно ли я делаю, так ли я делаю, как делает кто-то. Токшишкин, Репин, Левитана, Ивазовский и так далее, и Шагал стали великими художниками, потому что они делали, как делают они, а не как кто-то. Ну, теперь слушайте, есть, конечно, академическая живопись, как надо рисовать, а есть, конечно, такая вот наивная, примитивная, идущая от души, как я рисую, но зато у меня я так рисовал, как я рисую, и уже у меня много выставок, и уже в книгах мои картины печатают. А почему я в своих книгах, где метод ключ, вот, кстати говоря, в конце апреля выходит моя новая книга «Белые стороны черной дыры страх». Оказывается, там есть полезная вещь, которую можно извлечь, использовать для своих достижений, очень даже, энергию стресса для своих достижений, как стресс-трамплин. Так слушайте меня еще. Я вот так, если буду делать, вот так буду делать, вот смотрите, что с моей речью происходит, смотрите, что с моим голосом происходит, так вот здесь и происходит, что я остановлюсь свободнее, свободнее, снимаются зажимы, потому что у меня появился ритм, такой маятник, такая волна, и у нас есть упражнение «Волна», когда мы выходим из-под власти страха, стрессов и стереотипов, и выходим на простор бесконечности, безвременья, и там, если мы помечтаем, что любую деятельность можем делать легко и свободно, и запомним это, что чем больше стресса, тем больше сил, и теперь я могу говорить громче и свободнее, да я бы в жизни 10 секунд назад не осмелился вот так дурачиться, громче, не осмелился бы, это я сейчас как будто бы пиво выпил, но я пиво не пью, я просто делаю раскрепощение, я просто это вот так с юмором вам подаю материал, чтобы новичок, который зашел, который не знает, что такое принцип подбора путем перебора, и который не знает, что это как раз таки подбор действий синхронных вашему текущему состоянию, если кто хочет научиться голосу природному, естественному, который так убедителен, когда разговаривает с человеком, и посмотрите, как моя речь течет, помните этот сам и говорил в клишке, если хочешь завоевывать друзей, там влиять на людей, там и так далее, ну вспомните, кто вспомнит, напишите мне в комменте, буду поздравлять, что у вас хорошая память, он говорил о том, что говорить надо так, как будто бы пробку из почки вытащили, и поток, фонтан, вот когда человек выходит на то, что ему интересно, такой фонтан, такая искренность, такая естественность, да конечно все на тебя смотрят, и речь тогда у тебя хорошая получается, короче, все связано с терномышленными зажимами, короче говоря, для того, чтобы снимать напряжение, можно использовать короткие действия, в принципе, подбора путем перебора, и в конечном счете, помнить, счастье это быть собой, а не подражателем, хотя подражание, институт подражания нам помогает на первых стадиях нашего обучения, развития, потому что мы смотрим, как другие делают, и повторяем, но это, а в то же самое время, формирует у нас шаблоны, мышления, Друзья, я еще один ролик буду на эту тему делать, потому что покажу, как я буду петь, но покажу вам, как я буду рисовать, если хотите, я научу вас в вашей области, в которой вы тренируетесь, развиваетесь по каким-то программам своим личным, или по каким-то будете успешнее, в вашей области снимаю нервномышленный зажим, будете гораздо успешнее, я просто расскажу, пишите, в какой области вы занимаетесь, хотите, я помогу стать чемпионом мира по джиу-джитсу, хотите, я вам помогу стать чемпионом мира по исполнительному искусству. Да, друзья, я не буду вас учить как спортсмена, я буду учить вас базовым вещам, чтобы вы снимали нервномышленные зажимы в той деятельности, в которой вы занимаетесь, и снимали отчуждение перед различными видами деятельности, которые вызывают у вас зажимы, потому что вы смотрите на эти образцы, и вам кажется, что именно так надо делать, а вам надо делать так, как делаете вы. До встречи, друзья. за субтитры, Продолжение следует...